Мы сейчас пока ждали, обсуждали с ребятами триатлонную дистанцию, заплыв, забег и велосипед. И я представил, что я тебе рассказывал про все хитрости триатлона. Это заняло точно не часа, а часа два-три, наверное, сколько там есть подводных камней. Но нам повезло, мы бежим, у нас только бег сегодня, не сегодня, а в воскресенье. И хочу рассказать вам, поделиться своим опытом, что вам нужно сделать и чего делать не надо во время подготовки и непосредственно забега. Итак, давайте начнем, что нужно сделать, начиная с сегодняшнего момента и до воскресенья, до субботы точнее. Ну, во-первых, ничего делать не надо. В этом прелесть, что вы можете уже расслабиться, потому что сейчас тренировки сильным ничего не дадут, а слабым могут только ситуацию ухудшить. Поэтому отдыхайте, расслабляйтесь, лежите на диване, смотрите фильмы. Кушайте побольше углеводов. Что такое углеводы, вы знаете, наверное, да? Это паста, это картошка, это каши. Но старайтесь избегать коротких углеводов, быстрых, типа сладостей. И кушайте больше длинные углеводы, которые забьют ваши мышцы гликогеном, который вам понадобится в воскресенье. И в это время, кстати, можете обзвонить всех своих друзей, знакомых, родственников, чтобы пригласить в воскресенье поболеть за вас. Чтобы они подготовились, чтобы знали заранее, чтобы не в последний день, чтобы они вышли вас поддержать. Значит, в субботу, за день до марафона, что от вас требуется? Что будет здорово, если вы сделаете? Опять же, абсолютный покой, желательно без стрессов вообще. Побольше отдыха, побольше лежания и много-много макарон. Сколько у вас влезет, столько лопайте. Особенно вечером перед сном. Не экспериментируйте с едой. Очень важно не пробовать разные новые блюда, какие-то соленья или там какие-нибудь суперполезные гели космические. И ешьте то, что вы обычно кушаете, потому что что-то, не дай бог, пойдет не так и проснетесь утром с поносом. Перед сном вечером я рекомендую посмотреть какой-нибудь марафонский фильм про марафонцев, про мотивировать себя. Знаете, как космонавты смотрят этот фильм «Звездные войны». Вот, так и вы. Есть парочку фильмов, которые я могу порекомендовать. Это «Беги, толстяк, беги». Можете посмотреть фильм «Марафон» про четверых друзей, которые в гараже готовились к марафону. И можете посмотреть «Форест Гампа». Ну, еще есть масса фильмов, это уже каково на усмотрение. Это хорошо мотивирует и заряжает энергией, уверенностью в себе. Еще интересная вещь, которая мне часто помогает бежать в марафоны, это мантра. Это какое-то такое аутотренинговое слово, какая-то фраза, которая поможет вам в трудной ситуации себя преодолеть. Например, там «Я могу, я сильный, я или никогда не сдаюсь». Можно какую-то песню, которая помогает вам. Вот у меня есть свои песни, которыми я пользуюсь. Но вот это вот ключевое слово, оно будет вас вылазить и будет вас вытаскивать из разных ям, в которые попадете. Утро. Легли спать, воодушевленные, с полным брюхом макарон, посмотрели кино, всех пригласили. И обязательно собрали такой, знаете, принято делать такую фотографию перед забегом, когда ложатся кроссовки, маечка складывается, номерочек, гели, все-все, что утром вы оденете. И вот прямо перед кроватью лежит такая поляна, и ты знаешь, что ты утром встал в 6 утра, снял все с себя, это все одел, и ты все, ни о чем не думаешь, ты готов. А, эта фотка обязательно в Facebook надо постить и писать, что я готов, у меня завтра забег. Так все делают, я не знаю почему. Проснуться нужно пораньше. Если у нас забег начинается в 11 утра, ну, значит, вы должны проснуться где-то часиков в 7, в худшем случае. Лучше пораньше. И покушать. Встали и покушали. Покушали тоже не сильно плотно, но, опять же, углеводную еду. Никакого белка, никакого творога, курицы. Можете пасту, можете кашу, можете хлеб с мармеладом покушать, но углеводами. Сходите в туалет. По маленькому, по большому, по среднему обязательно. И лапирамид обязательно. Лапирамид для того, чтобы не было приключений. У меня сколько гонок было в разных концах света. Я всегда в день гонки утром просыпался после туалета сразу две таблетки лапирамида. Потому что мои друзья некоторые не пили лапирамиды, и у них были приключения по трассе. То есть, минимум 5 минут можно потерять запросто. А некоторые теряют и больше, когда приходится 2-3 раза бегать в туалет. Это физиологическая особенность. То есть, действительно, расслабляются определенные мышцы, и на длинных забегах хочется по-большому. Пластыри. Обязательно утром заклейте себе сиськи. Андрей, машет руками. Я обкакался. Я. Хорошо, вот главный засранец. В Амстердаме, блин. И знаешь, что обидно? Ладно, ты прибежал там, бежал на 3,40, а пробежал на 3,45. А вот когда ты хотел прибежать за 3,59, а пробежал за 4,01, вот это неприятно. Пластыри. Я пару раз тоже стирал сиськи в кровь. Из-за того, что майка, она вроде бы приятная на ощупь, классная. Но когда ты бежишь в ней 4 часа, она имеет свойство абразивной и стирает сиськи. Поэтому, на всякий случай, заклейте проблемные места пластырями. Пускай будет. Неизвестно, что за майка. Рекомендую вам не одевать ничего нового на ноги. То есть, на ноги и на тело. Если вы тренируетесь в этих кроссовках и все нормально, не ставьте в последний момент себе какие-то новые модные кроссовки, которые вы только заказали, непонятного размера. Это касается всей одежды. Включая даже поясок, на который вы цепляете гели. Потому что любое отклонение от нормы на такой дистанции может привести к каким-то непонятным последствиям. Вы даже не знаете, откуда может неприятность вылезти. Так. И вот вы уже стоите на старте. Водушевленный. Прекрасная погода. Вы кушать не хотите, пить не хотите. Чувствуете себе кучу сил. Все вокруг подпрыгивают на месте. Чувствуете плечо соседа. И звучит выстрел. Толпа начинает двигаться к старту. Вы вместе с ней. И вот парочку советов вам, что вам делать непосредственно во время гонки. Главное начало, которое я рекомендую всем. И на которое на эти грабли наступал много раз сам. Не начинайте бегать быстро. Бежите в таком темпе, что вам казалось бы, почему я так медленно бегу. Вы должны себе вопрос задавать. Я слишком медленно бегу. Я должен бежать быстрее. Если вы чувствуете, что вам хорошо и весело. И вы несетесь с толпой. Знайте, что это ощущение очень быстро пройдет. И километра через 3-4 вас накроет. Для тех, кто бежит в трешку, то в принципе можно. А кто бежит больше, через 3-4 километра вас накроет. И вы поймете, что этот темп, с которым бежите нереальный. Или часы сломались. Что происходит. Поэтому не бегите медленно. Разгоняйтесь плавно. И самая большая скорость у вас должна быть не на старте, а на финише. Чтобы было проще бежать в длинную дистанцию, те же 42 километра, проще разбить на 4 части. Я так делаю во всех видах спорта. Психологически намного комфортнее преодолевать 4 десятки, чем 40 километров. Ты настраиваешься на эту десятку, составляешь план на эту десятку. Ты бежишь вот с таким-то темпом. Тебе главное здесь не провалиться. Здесь не слишком вперед уйти. Бежишь на пульсе, например, на 160 пульс беру. Вот я 160, первую десятку бегу. Пробежал, все. Хорошо, следующая десятка. Я не думаю, что за ней будет. Там еще полумарафоны, еще 30 километров. Не важно. Вот сейчас 10 километров. Это я бегу на 165 пульс. И там темп не меньше 5-12. Все. Пробежал. И так дальше. Потому что в противном случае психологически очень давит, когда ты знаешь, что тебя каждый километр ты отсчитываешь, ты пробежал 3. Тебе надо еще 39. А ты уже как бы чувствуешь, что уже силы немножко уходят. И когда у тебя уже 25 километр, 27, и ты уже все никакой. И ты еще представляешь, тебе еще бежать 15. И тебе так грустно становится. Психология в длинных забегах и в беге вообще очень важно иметь значение. И главное верить в себя. И не грузить себя постоянно, что все плохо, я не успеваю, у меня ноги отказывают, у меня спазм, я не добегу. Это все очень тормозит. То есть вы добежите, но совсем не с теми результатами, не с теми ощущениями. Еда. Во время гонки на десятки, наверное, нет. На десятки, наверное, кушать я вам не советую. На десятки максимум можете разок попить. Вам хватит внутренних резервов. И на полумарафоне, ну на полумарафоне, наверное, можно один раз перекусить гелем километра на десятом. Но это больше касается полумарафонцев. Кушать нужно, и кушать нужно регулярно. Не ждать, пока ты захочешь кушать. То есть надо есть, разработать для себя план питания и по нему идти. Желательно кушать гели. Гели будут продаваться у нас на экспо. В пятницу, субботу, воскресенье можете прийти на центральную площадь, выбрать себе гели. Взять их лучше с собой, чтобы они у вас были либо в какой-то барсеточке, либо в каких-то так патрончиках, чтобы они были с вами. Где? У нас будет фитнес-доза. Да, поставят свой бутик. Это единственная организация, которая смогла в Кишиневе нам обеспечить гели. Поэтому приходите, смотрите, выбирайте, плюс консультируйтесь. Вам расскажут, когда, что и почему их принимать, в каком виде. Распределите себе, на каком километре вы будете кушать, какой гель, какого объема, сколько вам нужно калорий. Это примерно происходит так, что едите гели примерно каждые 5 километров, начиная с 15-го. Это значит так, если вы не знаете, что вам делать, там 15, 20, 25, 30, 35. После 35-го кушать гелий нет смысла, потому что они просто не дойдут, не попадут к нам в кровь, не успеют. Вот, пить то же самое. На полумарафоне можно один-два раза попить, а марафонцы не должны ждать, пока будут испытывать жажду, потому что обезвоживание очень злой враг, и он накрывает очень сильно. Поэтому не жалейте и пейте воду. Пить воду. Значит, когда вы подходите к пункту питания, старайтесь не останавливаться. То есть пробегайте, волонтеры будут вам протягивать стаканчики, будут протягивать вам бутылки с водой. Берите, не стесняйтесь, пейте сколько можете, бежите там 50-100 метров, выбрасывайте на дорогу, на обочину. Ничего страшного, мы потом все это соберем. Но главное, не останавливайтесь, не стойте, не курите, не разговаривайте. С друзьями, как, что, ты как, мне плохо, мне тоже плохо. Знаете, чем отличается бег от велосипеда? Вот я обратил внимание. Велосипед чем хорош? Ты остановился вот так вот, тоже на пункте питания, поболтал, что как сел и как новенький, опа, и полетел. В беге наоборот, остановился, поболтал 3 минуты, и все, ты статануть не можешь, ты потом разгоняешься с огромным трудом, потому что молочная кислота имеет свойство накапливаться в мышце, и все, ты как деревянный уже так вот начинаешь бежать, и теряешь очень много времени и сил, и мотивации. Поэтому бежишь, тихонько, просто замедлился, схватил, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, выбросил. Все, побежал, дальше разогнался. Тяжело будет всем, я думаю, 90% будет страдать. Те люди, которые страдать не будут, ну, я, например, считаю, что на соревнованиях страдать нужно, и это одна из неотъемлемой части соревнований, и что вы должны быть к этому обязательно готовы. То есть без этого нет полного ощущения победы над собой, нет ощущения, что эта медаль заслужена, выгружена твоей тобой, что ты ее заслужил, столько тренировался, столько готовился, и ты выложился по полной, все, ты сделал все, что мог. У меня были соревнования, когда я не выкладывался, и пробегал их в удовольствие, просто разглядывая город. И вот я почувствовал на финише вот такую пустоту, думаю, блин, ну я же мог быстрее, я мог лучше, почему я этого не сделал. Поэтому рекомендую всем выкладываться, но делать это грамотно, потому что если вы уложитесь на первой половине дистанции, второй может и не быть. Готовьте себя психологически к этому, что где-то начиная с третьей четверти дистанции, это километра с 27-го, или в марафоне с 15-го, вы должны будете отложить все свои планы, забыть про пульс, забыть про темп, и включить на полную мощность, отключить мозг, и просто уже бежать на полной скорости, как вы только можете, чтобы последние несколько километров были самыми трудными в вашей жизни, и чтобы вы финишировали полностью опустошенными. Тогда вы получите удовольствие от того, что будет происходить с вами в этот день вечером. Не ведитесь на бегунов, которые бегут рядом с вами, потому что рядом с вами будут бежать и профессионалы, и люди, которые обгонять вас будут на целый круг. Есть соблазн зацепиться, побежать вместе с ними, показать свою удаль, но опять же это все очень плохо кончается. Для них это скорость такая, при которой они в магазин ходят за хлебом, для вас это рекорд персональный. Поэтому не торопитесь. И главное, то, что касается самой дистанции, финишируйте красиво. Я знаю, в каком состоянии будете финишировать большинство из вас, как это обычно происходит. Ты говно, убитые полностью, ноги тебя уже не слушают, ты их не чувствуешь, опульс твои 190-195, ты плохо соображаешь, новостворка ворот, и все. У тебя тишина вдруг появляется в голове, ты ничего не слышишь, ничего не видишь, видишь, только финиш. И ты финишируешь, и тебе последние 50-100 метров, ты улыбка до ушей, обязательно улыбайтесь на финише, потому что будем фотографировать, и такие искаженные лица вам не понравятся. Попробуйте делать над собой усилие, улыбнитесь, влетаете в створку ворот, останавливаетесь, и к вам подходит девушка, вешает на вас медаль. Вот он кайф. Поэтому финиш, выложитесь по полной, и финишируйтесь с улыбкой, счастливые, довольные, и эта фотография вам надолго потом будет вас радовать, вместе с медалью. Ну и очень важная составляющая мероприятий, беговых, спортивных, это непосредственно день после забега. То есть начинается вознаграждение за то, что ты так страдал. Это, по мне, это обязательно нужно брать друзей, идти куда-то отмечать, какой-то кабак, обязательно надеть медаль с собой, чтобы все видели, что ты герой. Обязательно ее надо обмыть, как положено, прямо в бокал с пивом, с водкой, оторваться. Я надеюсь, что таких людей будет по городу ходить в воскресенье много по Кишиневу, во всех барах люди будут друг друга видеть, подходить, обниматься, целоваться, знакомиться. Потому что это все-таки праздник. Это не только праздник города, это должен быть и праздник у каждого из вас. Для кого-то это первый день в спортивной карьере, для кого-то не первый, но точно первый в Кишиневе. Поэтому давайте сделаем воскресенье большим беговым праздником. Вот, в принципе, в двух словах, что я хотел сказать. Я надеюсь, сейчас у вас будет много вопросов, на которые я вам смогу ответить. Сейчас микрофон мы будем передавать по рядам. У кого будет, будем давать микрофон, вы будете спрашивать. Игорь, 42 года. Очень приятно. 21 километр записался. Температура, вирус какой-то с понедельника. Не знаю, полумарафон хотел бежать, антибиотики пью уже, потому что был у доктора Амиса, Осмо, Окс и так далее. Много чего. Не проходит, сопли, все болит, сустав. Что делать? Блин. Знаешь, я бы, наверное, побежал, но это неправильно. То есть в таком состоянии, если тебя не отпустил, ты антибиотики пьешь уже четвертый день и тебе не отпускает. Позавчера пьют, и завтра буду пить, и все. Позавчера пьют, Есть суббота. Ну смотри, если в воскресенье просыпаешься, и у тебя недомогание температуры, я тебе не рекомендую бежать. Если ты просыпаешь, ты чувствуешь, что тебя отпустило, у тебя нет температуры, есть настроение, пойди пробеги, но никаких персональных рекордов. Просто пробеги спокойно в том темпе, в котором ты не напрягаешься, на пульсе 150-155, не пытайся установить рекорд. А если температура, то не стоит бежать, потому что могут быть осложнения, это не шутка. Наверняка это какой-то грипп противный. Но нет температуры, но... Вот по ощущению, если ты проснешь, что в воскресенье, чтобы подождать, о, я ожил, тогда выходишь и очень-очень медленно бежишь. Если вдруг чувствуешь недомогание, лучше не надо. Нет, побегу. Это значит. Я так и знал. Субтитры создавал DimaTorzok остался в этом без упоря, что ты снимаешь. Но ты на какое время собираешься бежать? Ну, 3.30, и у меня темп такой. Ну, 3.30, ну, премии за 3.30 не положено у нас. Ну, я стараюсь... Медали мы дадим всем, но я первое место, думаю, будет 2.30 где-то, 2.20. Нет, я... Если бы были 6 первых мест, которые... Ну, премии сейчас, так, а если в этой премии печали, то, конечно, мы с другой пинутру в вашу, так нам вызовут премии 3. Слушай, мы в этом году вообще не хотели давать премии никому, потому что бюджет марафона миллион лей, и нам никто не помогает. Мы все пытаемся сделать самостоятельно, и поэтому решили, что в этом году с премием будет у нас большая напряженка. Мы просто стараемся его провести. В премии у нас будет... Кто у нас занимается этим вопросом? У нас будет бензин. У нас спонсор Петром, поэтому премию у нас будет бензин, да. Партарки арт-партнеров будут, будут спонсорские, но денежных я не думаю, что будут. У нас будет... Знаешь, как мы решили сделать? Мы решили, деньги будут, но будут не за первое, второе, третье место, а за достижение определенного результата. Например, если кто-то пробежит быстрее 2.20 марафон, мы дадим тому премию за такой результат, а первое, второе, третье места мы не даем. Геннадий, в чем привести аллерг-маратон, в чем привести лидеры темпы, в анрегистрации... Пейсмейкеры? Да, да. В анрегистрации это было... интервалы 3.30-4 часа. У нас есть 3.30-3.45-4.00, насколько я помню. Каждые 15 минут пейсмейкеры у нас. Да, у нас пейсмейкеры универсальные, потому что у нас круги одинаковые, поэтому у нас пейсмейкер бежит и на полумарафонское время, и на марафонское. У него будет прицеплено два шарика, и на одном шарике будет написано темп, время, за которым пробежит полумарафон, на втором шарике и время, за которым пробежит марафон. Например, я бегу пейсмейкером на 4.30, у меня на одном шарике будет 4.30, а на другом 2.15. Да, я побегу пейсмейкером. У нас вот Андрей будет пейсмейкером, вот Андрей, кстати, запомните, вот человек, который трет свой глаз, он пробежит пейсмейкером на 6 часов, он будет последним человеком, который получит медаль. Замыкающим. И фишка даже не в том, что он бежит на 6 часов, а в том, что он будет одет в костюм смерти и будет бежать с косой и разукрашенным лицом. И поэтому, если вы вдруг видите перед собой смерть, все, знаете, медаль вам не светит. Нужно обязательно обогнать ее и бежать хотя бы на метр впереди. Дедлайнер, как мы его называем. 3.45 есть здесь, пейсмейкер? А Ливию здесь есть? А, Ливию здесь есть. Ливию есть? 3.30 с Ливой бежит. А 3.45 есть у нас кто-то? Есть 3.45. А ты хочешь пейсмейкером или хочешь с кем-то бежать? Есть. Побежишь. Мы встанем там заранее и ты по шарикам сможешь найти нас и подойти к тому, кто тебе близок и дорог. Здравствуйте. Ростислав, пробуй42. Подскажите, пожалуйста, битье, вода, какая будет на пунктах питания и если не пользоваться гелями, то что лучше, чем лучше их заменить? Битье у нас будет обычное, по-моему, эзотоники мы не нашли, да, у нас ничего не будет. Ну, вообще пьют на марафоне, кто не знает, эзотонические напитки это жидкость, растворенная с солью, с минералами, потому что во время бега очень большие потери идут. Организм теряет минеральных солей. Их нужно компенсировать, опять же, для того, чтобы чувствовал себя лучше, результат у тебя был лучше. Профессиональные марафонцы оставляют на пунктах питания свои бутылочки и волонтеры по номеру смотрят и бежит и дают ему именно его бутылочку. Но это привилегия очень быстрых бегунов, поэтому у нас будет только вода. Вы можете что сделать? Есть в порошках ригидрон и изотоники. Не знаю, у дозы есть какие-то подобные вещи? Аминокислоты и гелий? Будут аминокислоты, которые тоже можно заменять? Вот, можно с собой взять в пакетик куда-нибудь, бежать в барсетку и на пункте питания просто высыпать, сболтать и выпить. Но это не очень удобно, поэтому я вам не рекомендую экспериментировать и пить просто воду. А по поводу гелий, чем заменить? Если гелий не найдете, очень хороший заменитель гелий это быстрые углеводы, это сладкое, сахар, это изюм, это орешки, это не фундук, а финики, то есть очень сладкое и такое растительное. Оно съел и быстро кровь. То есть сделайте себе смесь из сухофруктов, можете слепить из них шарики, засунуть куда-нибудь себе и там каждые 5 километров их кушать. Изюм тоже очень клево. Вот. Бананы на дороге, да? Бананы, да. Бананы у нас будут вдоль дистанции будут бананы, кушайте их, да, сколько хотите, апельсины тоже на здоровье. Но все-таки энергии в сухофруктов больше, то есть энергоемкость выше. Поэтому возьмите с собой на всякий случай, если будете чувствовать, что у вас силы покидают, возьмите что-нибудь сладкое-сладкое, такое, чтобы оно взбодрило. Вот. Если есть возможность взять напитки из гуарана, кофеина, такие бодрящие, шоты такие, там, 50-граммовые, которые взбодривают, их хорошо пить, там, где-то на 80% дистанции. То есть, когда уже чувствуешь, что все, начинаешь тухнуть уже, ты уже перед последним рывком бахнул и пошел на последнюю уже дистанцию. Вот. Я, по-моему, видел в номер один, там есть бутик на Пушкину номер один, там внизу есть бутик спортивный, по-моему, там что-то такое есть. Не помню, что за бренд там. Power Team. Да, по-моему, там что-то есть. Вот. Я хочу спросить, есть среди вас люди, которые первый раз бегут марафон 42 километра? Первый раз. Вы думали, вы способны пробежать 42? Как вы определили, что вы готовы к 42 километрам? Мне интересно. Кто-то бегал из вас 32-30? Все подняли руки, те, которые подняли 42? Нет, нет. Хорошо. Просто это обычный показатель. Если ты можешь пробежать там 32-33 километра, значит, ты пробежишь марафон. Если ты больше полумарафона не бегал, то лучше не ввязываться в эту авантюру. Та, слушай вас. Валентин, бегу 21. Ты говорил по поводу утра перед стартом. сходить по-маленькому, по-среднему, по-большому. Но вот если не удается сходить по-большому. Ну вот сидишь, сидишь и вот... Отличный вопрос. Отличный вопрос. Что такого принять, чтобы... Ну это будет странно, если ты выпьешь сначала для поноса, а через 10 минут от запора. Есть какое-то сочетание вот такое? Не, не, не. Тут надо определиться. Думаю, что бы я делал? Да, я просыпаюсь... Можно вечером что-то принять? Нет, ну смотри, вечером ты хорошо кушаешь. Во-первых, в субботу ты кушаешь. Это уже значит, что организм захочет утром облегчиться. Ты весь день лопаешь, 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 и он утром говорит, ну давай сбросим вес. Если вдруг он говорит, что нет, 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 я еще хочу подумать, ты не даешь ему думать, пьешь не два лопера меда, а четыре. Так, чтобы не было даже мыслей, понимаешь? Ты потом, правда, двое суток ходишь и маешься, но зато тебе медаль в кармане. Клизму, я не знаю, я не ставил себе клизму, я не рекомендую. Наверное, вариант. Опять же, на марафоне один килограмм это две минуты. Скинул килограмм, на две минуты быстрее прибежал. Нормально. Десять килограмм двадцать минут. Вот в лосад делали пропри, на пункте элементария с квапы. Не таскать с собой гели, а ставили? Ну, нет, гели, а что они там пятьдесят грамм весят, это не проблема. Зря ты сказал по один килограмм. Иначе люди считают. Воду с собой точно заскать не надо, вода будет в бутылках, пейте на здоровье, а гели, на пунктах питания гели не будет. Будут вот... поставить наклейку со своим именем и оставить там... Да, я думаю, можно договориться. Если есть желание, вы можете подойти к организаторам, сказать, вот моя вода, вот мои гели, я хочу, чтобы на этом пункте питания они стояли. Я думаю, их оставят и буду держать для вас. Думаю, это все решаемо. Ну, вот это надо согласовывать, наверное. Я думаю, вам стоит отписать письмо организаторам и мы прямо в воскресенье утром этот вопрос решим. Мы же в Кишиневе ничто нигде не... Там камеры надо оставить, найти того, кто взял, да, и оторвать ему ноги. Да, конечно. Да, дайте своему другу, который подойдет на пункт питания, поставит и все. Так будет подступ других людей на дорогу непосредственно? Нет, не будет. Нет, ну как, если ты... Нет, ну послушай, смотри, друзьям дать не получится, потому что волонтер не пропустит человека с бутылкой и сказал, дайте попить ему, вдруг там яд. Ты знаешь, кто-то подошел к тебе, что он за бутылку ставит тебе? Не получится. Поэтому лучше с организаторами сразу решить это с нами заранее в субботу или в воскресенье и сделаем. Или возьмете из рук просто своего друга, он стоит вдоль трассы где-то, просто он передал и выпил и все. Без волонтеров вообще напрямую. Ну яд, яд, что. У каждого свои странности. Можно или нельзя? Что? Можно или нельзя? У своих родственников брать питье? Ну, конечно, кто тебе запретит. Волонтер по рукам не бил. Не, не, не. Только волонтера. Нет, все будет нормально. Мы надеемся, что марафон будет веселый. Мы вдоль трассы устраиваем кучу разных интересных точек фановых. А по краям на Виадуке с одной стороны и на около Российского посольства будут стоять два надувных человека пятиметровых и махать руками вот так вот, чтобы издалека было видно, где же поворот. Поэтому старайтесь улыбаться. Сколько у нас? 8 фотографов будет на трассе? 8 точек? Или сколько? Ну, 8 минимум, поэтому неизвестно откуда подкрадется засада, поэтому старайтесь везде держать марку. Вот такие фотки будут убитые. У меня в Нью-Йорке ни одной фотографии нормально нет. Я посмотрел везде перекошенные заплывающиеся глаза. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я тут. Привет. Меня зовут Алина. Я в этом году по-скромненькому 10 километров, но буду идти для некоторых 10 сложнее, чем для некоторых 42. Но я в этом году 10 пока что. Умница. Вопрос для мотивации. Сколько марафонов за вашими плечами и какой был самый запоминающийся? Ну, у меня сколько? 7 марафонов за плечами и несколько триатлоновых дистанций, побег из Алькатраса, пробежка в пустыне в Долине Смерти и на Байкале. И полу айронмен дистанция, и айронмен дистанция. Самый запоминающийся, ну, я уже, самый запоминающийся у меня был байкальский марафон, это пробег по льду с западного берега Байкала на восточный. Это вообще сюрреалистичное место, когда ты начинаешь, проваливаешься в какую-то ментальную такую дыру и три часа в ней находишься, вообще непонятки где ты, что ты, людей вокруг, тебе там 120 человек, вот они ограничивают 120 человек в год и все, больше не могут, потому что логистика не позволяет взять больше, поэтому очень быстро разбирают заявки. И когда 120 человек растягиваются на 42 километра, ты фактически бежишь один и до горизонта видишь ровное поле, как зеркало, и по этому зеркалу бежишь. Очень странные ощущения были, очень тяжелый марафон был, но я могу про каждый рассказывать очень долго, это каждый как отдельная страничка, у каждого есть особенности и приколы, и сложности. Например, сложный был Нью-Йоркский, это был самый сложный марафон, я себя убил на несколько месяцев, я потом думать про бег даже не мог. Это был, я там установил свой персональный рекорд и вошел в 5% самых быстрых бегунов в этом марафоне, но мне было очень тяжело после этого опять начать тренировки, я вам не рекомендую так убиваться, оно, наверное, того не стоит. Мне казалось, что эти минуты имеют значение, но вроде бы 5 минут, а ощущения совершенно другие. Но самый запоминающийся марафон, вопрос был самый запоминающийся, это интернациональный Кишиневский марафон 2015 года, потому что мы к нему готовимся уже 2 года, как я начал бегать и начал об этом мечтать, а плотно мы занимаемся полгода им ежедневно, и это самый-самый тяжелый марафон в моей жизни, это 100%. У меня следующий вопрос, там даже 2. Ты говорил про фото, 8 фотографов будут, потом нам самим надо разгребать фотографии, искать себя, или будет система, которая все распознает. Мы решили сделать небольшую инвестицию, нам мало потраченных денег, мы решили еще больше потратить. Наняли фотографов школы Рыбалева, если вы слышали про такое, мы с ним договорились, и его ребята будут фотографировать вдоль трассы и на старте, на финише. Я думал, он волонтер. Волонтеров нет, там нужны деньги. И эти фотографии, мы рассчитываем, что у каждого человека десяток фотографий точно будет. Мы их потом возьмем в офис, пропустим через специальный софт, который Роман Федорович разрабатывает, который сможет по номеру определить твою фамилию, разобьем в группы, в пакеты и будем предлагать вам их забрать. То есть мы их будем продавать, но продавать будем недорого для того, чтобы любой марафон смог себе позволить. Потому что хотим эти деньги как-то вернуть, потому что денег было потрачено действительно очень много. Это не будет в электронном виде? В электронном. Да, хотите распечатать, хотите берите в электронном. Так, в принципе, везде. И второй вопрос, по стопате. По стопате не будет. Нет, это уже через чужие, это все, до катастрофы. Уже нету столько денег. Мы хотели, мечтали, искали партнера, партнер сорвался из-за кризиса с евро. Поэтому по стопате устраиваем группками, знакомимся, встречаемся в субботу, идем в рестораны, варим дома, семье и до отвала наедаемся макаронами. Я, например, буду с друзьями обязательно куда-нибудь пойду и наемся до отвала. Но в следующем году обязательно будем делать по стопате. Даже если это будет еще больше убыток, ну стыдно, что за марафон без по стопате. Обязательно сделаем в субботу отъедаться будем. Здравствуйте. Дима, я хотела спросить, вот у меня ребенок будет бежать 400 метров, а потом со мной 3 километра на следующий день. Регистрироваться ему во сколько нужно прийти? Ну, смотрите, у нас дистанции 400 метров и 3 километра нерегистрируемые. Вам нет необходимости регистрироваться. Я смотрела, что там нужно было зарегистрироваться, он зарегистрировал, во сколько нужно приходить? Чтобы пробежать 3 километра? Нет, 25. В субботу, Настя, ответь. Субботняя программа Kids Run Day by Aeroflame начинается в 10 утра и продлится до 5 часов вечера. Поэтому до 10 утра приходите, пожалуйста. Очень насыщенная программа, очень много подарков. Спасибо большое партнерам. Так что будет очень весело и не только для детей, но и для взрослых. В воскресенье всем нужно быть до 10 утра в 10 часов заканчивается раздача стартовых пакетов. Да, с 8 примерно до 10 желательно, чтобы вы появились, чтобы спокойно взять свой бит-номер. Это можно и в субботу сделать, правильно я понимаю? Вы можете в субботу прийти, забрать свой стартовый пакет, туда будет входить маечка, номерок, всякие приятности от наших спонсоров. До 5 часов вечера. До 5. После завтра. Завтра открывается Экспо. Вы можете прийти с 10 утра на центральную площадь, посмотреть, что предлагают наши спортивные, околоспортивные. Завтра с двух. Это я с субботой перепутал. Завтра с двух часов. После обеда приходите, посмотрите, что там происходит. Очень проблемно было найти на Экспо компании, которые занимаются спортом у нас, потому что практически никто им не занимается нормально. То есть, нормально было посмотреть кроссовки, беговую одежду, беговые девайсы разные, гели. Но вот, не все так, как мы хотим. Не все так получается, как мы хотим. Поэтому, будет не все, но что-то интересное будет. Да. Совершенно верно. В следующем году будет совершенно все по-другому. Будем приглашать уже зарубежных партнеров, я думаю, с Украины приедут разные бренды из Румынии. Мы хотим Asics привезти, чтобы показали свою обувь. Ну, чтобы было более-менее. Возвращаясь к гелям, если мы их никогда не принимали, проблем не будет с перевариванием? Не, не будет. Они противные, правда, говорю, я сразу никакого удовольства от них не получаешь, но проблем не будет. Единственное, что если они у тебя есть, съешь сегодня один или завтра и посмотри, что с тобой произойдет. Нет, я просто знаю, что есть небольшая вероятность у некоторых людей отторжения этих гелей, их мутит и им плохо от них. Это очень маленький процент. Это просто, что такое гель, это просто, не знаю, сладкое варенье химическое. Все это. Ну, попробовать стоит. А нет, не бойся попробовать на дистанции, прямо если вдруг чувствуешь, что труба, оно очень быстро работает. Почему это гель, почему это не твердое вещество? Потому что очень быстро гелеобразное вещество впитывается в кровь. Десять минут ты чувствуешь прилив энергии. Добрый вечер. Привет. Скажите, пожалуйста, что было самым трудным в организации марафона и была ли поддержка от наших властей и от местных властей или наоборот, может, они вам палки... Я хочу дать трубку Роману Федоровичу. Настя, возьми микрофончик, я передам Роме. Передай Роме. Это Роман Федорович Тирбов. Встань, Роман, пускай тебя похлопают люди. Этот человек больше всего времени тратит на подготовку марафона. Это мой партнер, любимый Рома, и очень-очень много, больше, чем я, тратит времени. И он знает про все эти подводные камни. Я думаю, что... Пускай он расскажет об этом сам. Ну, во-первых, трудно. Это мега трудно, потому что первый раз. У нас нету школы марафонов в Молдове. Вот. И все мы набирались опыта, исходя из наших менеджерского опыта в самом по себе. То есть, эти компании по разному. Наша группа инициатива. Вадим, он у нас директор магазина, по итогу уже marketplace. у нас есть очень большой разнобой именно нашего стаффа, комитета, организаторов. 30 человек работает эта ваша компания. 30 человек и больше 250 волонтеров. То есть, это вот такой минимальный стафф для того, чтобы организовать хотя бы хоть какое-то начало марафона. То, что касаемо поддержки со стороны государства, да, она нас поддерживает добрым словом. И они говорят, молодцы, делайте. Мы вам разрешаем, они говорят. Но, но, за ваши деньги. Делайте, пожалуйста. Это все. Вот. Мы им благодарим за то, что они нам разрешают делать марафон. Это большое их важное участие во всем этом. А страса это была другая. Траса самый сложный был метр для страсы. Мы встретили это министерство, второе это уже была наша доблестная премария, с которой мы долго воевали, особенно среди транспорт электрик наши троллейбусы, самый важный транспорт в Молдове, который говорит не дай бог на 5 минут отключатся наши троллейбусы, это все. Это фиаско. 100 тысяч людей не сможет ничего сделать. революция в воскресенье утром, да, что же они будут делать? Это самый важный день. Ну, это реальность и они говорили, ну, давайте бегайте за Кишиневым, там есть Манчесты, давайте туда тусуйтесь. Сложно объяснить, что людям нужно показать лучшее, что у нас в стране есть, а не худшее. Мы объясняем то, что вот мы делаем марафон для того, чтобы пришли туристы молодой, чтобы заработал хайлацары пришли, там тоже устраивались ребята, другие наши отели заработали, и наша инфраструктура, чтобы видели наш Кишинев, хотя бы какой-то повод. Нью-Йоркский марафон, как справка, приносит ежегодно в бюджет Нью-Йорка миллиард долларов. Так, между прочим. Это за счет туристов, которые приезжают, спортсменов, бегунов и всего остального. Пока только понимает это горстка людей, которые работают над марафоном. Сейчас понимаете, это вы, потому что вы участвуете в марафоне. И все больше и больше людей это будет понимать, и через пару лет это будет понимать весь город, когда они будут видеть, что все больше и больше иностранцев приходят сюда, они видят наш Кишинев, они рассказывают, какой у вас клевый марафон, какая у вас классная столица, какие у вас классные ребята и так далее. Вот, для чего это мы изначально делаем. И, конечно, здоровый образ жизни это немаловажно, потому что в спорте сейчас все говорят, что вы спортом занимаетесь, у нас кризис в Молдове, я говорю, кризис в голове, кризис не в Молдове. И поэтому... Это один из вариантов выхода из кризиса, попытаться от него убежать. Да, и, как говорится, in corpo sana, mento sana, да, то есть, да, вот так, И, вкратце, так что хотел передать. А так, очень много было, есть нюансов, очень много тяжелых моментов было, да, в организации. Не будем гнобить многих, спасибо за любое хотя бы участие. Нет, я с другой стороны хотел бы сказать, вот если государство так к нам относится, к нам очень хорошо отнеслись партнеры, мы нашли людей, нашли нашего генерального спонсора Петром, который поверил в нас, дал нам денег, хотя бы погасили часть расходов. Очень много компаний пошли нам навстречу, многие присутствуют здесь, вот и Доза здесь, большое спасибо им, и Лидия Монтана. Очень многие идут навстречу, волонтеры, вообще удивительно, 200-300 человек приходят, тратят свое время, силы, чтобы просто помочь, хотя взамен не получают ни денег, ни еды, просто диплом. То есть, люди помогают, это очень-очень приятно. Еще раз спасибо всем большое, и спасибо вам, что вы поверили, пришли, решили ввязаться в эту бешеную авантюру. Массажисты будут? Сами-маратон будут финансировать в первую маратону, будет финансировать для них, или для других? Нет, одинаково, в одном и том же месте будет финансировать десятки, 21 и 42. Мы поставим марку, она будет и стартовой, и финансировать. А уже на финише, вы когда будете финишировать, будете заворачивать в специальное место, где мы будем отдыхать, наслаждаться апельсинами и медалями. Массажисты будут? Нет, массажистов мы не... Еще не поздно, наверное, да, у нас есть опять же доза, можем попросить у них, наверняка, и свои массажисты, можем притащить пару столов туда. Ну, почему нет? Ну, во всех марафонах это за деньги, там просто так не делают. На Аронмене, да, когда 700 евро платишь за регистрацию, наверное, сделают тебе массаж. Да, вопрос, захочется ли тебе? Мне ничего не хотелось, мы просто внесли оттуда с финиша. Может быть, ну, пошли тыкилу пить тогда. На это силы хватало. На массаж, а зачем, а зачем мне уже ноги? Я уже все сделал. Вот, так что, вот таким образом, друзья, отдыхайте, вы уже ничего изменить в своей форме не сможете за пару дней. Сейчас главное не наделать глупости и ошибок. Поэтому отдыхайте, кушайте углеводы, смотрите фильмы, вдохновляйтесь и ждите дня Икс. Так, еще вопрос, отлично. Добрый вечер. Привет. А если вдруг на марафоне человеку станет плохо, то ему будет доказана какая-то медицинская помощь? Да, безусловно. У нас, наш партнер медпарк, вот, видите, этот человек, который в одиноче стоит, это врач с медпарка, который будет бежать вместе с нами. И медпарк, наш партнер, тоже будет присутствовать на марафоне. Плюс скорая помощь будет, сколько у нас, три кареты? Три кареты скорой помощи вдоль трассы будут находиться, если вдруг кому-то станет плохо, мы спасем. Ну, обычно, да, статистика показывает, что кому-то плохо будет. я с плоскостопием бегаю, марафоны. Очень важно кроссовки правильные подобрать. Вот у меня эти, Асикс Каяна меня спасли, они специально для тех, у кого гиберпронация, у кого плоскостопие, они хорошо помогают, потому что в обычной кроссовках у меня тяжело бегать. Здравствуйте. Приветствую вас. Меня зовут Александр. Меня зовут Дмитрий. Не виделись давно. Журнал Рыхлый Пончик. Вопрос такой, что касается шкафчиков, будут крючки, как на Эронмэне, где я могу оставить свой рюкзак? О, сейчас поставили меня в тупик. Давайте к Роме обратимся. Давайте к Роме обратимся. Допустим, я еду из дому, я ни с кем не еду, да, я на общественном транспорте приезжаю, у меня какая-то верхняя одежда, где я могу ее оставить? Ты участвуешь на фанране или на или на десяточку? На три километра? Не, будет камера хранения именно для 10, 42 и 21. Будет, будет. Будет там номерочек, ты можешь оставить свои вещи. Нет, про формат, я знаю, что будет, формат какой там будет. Как-то будет давать жетончик? Там будет его номер, по номеру, то есть номер вешается еще на его рюкзак. Он выдается также только по бейджик. будет какой-то там почка какая-то больше давать, да? Это все, и сам целый. Конечно, просто. В Бухаресте ты сам ставил, так и смотрел стрёмно как-то. Но мы это, как бы, мы учли уже опыт Бухареста, который был в ближайшем. То есть, это будет огорожен от всех остальных, и ты переодеваешься и сдаешь это в камеру хранения кому-то, и там это все охраняется на протяжении марафона. Вот так. Если ты потерял свой бейджик, ты уже дожидаешься до конца, пока все уйдут, и после этого ты уже паспорта, мы смотрим, кого это. Вот, твой размерчик, не твой размерчик. По 3х, поймал. Но с тобой проще будет. Так, я там видел руку где-то, по левому краю. Вот у нас тренировка у тебя сегодня хорошая. Да, так сердечная часть от фейк-платы. Ой, я не понял, простите. Так, сердечная от фейк-платы. Платы не будет? На хранение? Да. Нет, бесплатная. Да. Все, что вы увидите на центральной площади, все совершенно бесплатно. Еда, напитки, все, что до вашей руки дотянутся, это все бесплатно. Вы за это уже заплатили. Как бы не наши девушки, сэш берет кроссовки, они мне сказали, это бесплатно, эти тоже дайте своим детям и сумки, и гелий дайте, ведро насыпьте. Ну да. Вот, выберите себе пейсмейкера, тянитесь за ним. Да, Александр. Он у тебя с крепочками прикреплен? Я понял. То есть, если что, мы его цепим на какую-то верхнюю одежду. Так, смотрите, хорошо, с номерком. Номерок, это не просто номерок, это не просто бумажка с номером, это чип, по которому будем определять, прошли вы дистанцию свою, на которую претендуете, или не прошли. Поэтому, вдруг, если вы финишируете без номерка, медали вам не видать, и в официальный протокол вы не попадете. Поэтому, если вдруг он оторвался, он упал, он намок, вы просто берете его и в карман, куда-то, ни в коем случае не выбрасываете, старайтесь, потому что там заходит специальный чип, вы будете пробегать через такие полоски черные, которые фиксируют время, когда вы пересекли их. и вот этот номерок, и есть этот чип, который фиксируют. Если этот чип не перейдет через эту дорожку, ваш результат защитный не будет. Поэтому, очень трепетно относитесь к этим номеркам, держите их поближе к сердцу. Лучше хорошо прицепите их здесь, чтобы он не отвалился, на переднюю часть, на грудь, чтобы мы вас четко отхронометрировали. Да, и фотографии, когда мы будем сортировать, желательно, чтобы в кадре был ваш номерок, чтобы мы по нему могли определить, кому принадлежит фотография. Потому что, если он будет где-то валяться, то мы не знаем, кто это бежит. У нас плохая память на лица, особенно, если бежит 6 тысяч человек, сложно будет найти. Значит, смотрите, что у нас происходит. Мы долго ломали голову, сколько же нам заказывать медалей и маек, потому что статистики вообще никакого нет. Сколько людей придет, непонятно. И вот думали, думали, спорили, спорили, и решили, что побежит полторы тысячи человек. Мы заказываем полторы тысячи наборов медалей и маек. Как ни странно, мы почти угадали, побежит примерно полторы-две тысячи человек на медали и по скромным подсчетам тысяч пять побежит фан-ран 3 километра. То есть, народу будет много на площади. То есть, она будет вся забита, наверное, и мы сделали, постарались сделать так, чтобы фан-ран не мешал людям, которые бегут на результат с номерками, они будут разделены заборами, соприкасаться нигде не будут. Там тоже есть определенные сложности в логистике. У нас там заборы будут двигаться в определенное время для того, чтобы одни не мешали другим. Ну вот, по прогнозам, примерно так, полторы тысячи плюс плюс пять-шесть, ну тысяч восемь должно быть в общей сложности. на марафон. А на марафон? А, вот распределение какое. У нас марафонцев мало, поэтому, удивляюсь, столько людей подняли руки. У нас примерно 200 марафонцев, всего лишь около 421 и где-то тысяча, наверное, на десятку. То есть, вот такое соотношение. Вот эти цифры, казалось бы, их в любом, любой организатор марафона эти соотношения знает, потому что они во всем мире одинаковые, наверняка. Но мы их не знали и нам их пришлось вычитать самостоятельно. Теперь знаем уже, будем в следующем году готовиться, чтобы медали печатать в определенной пропорции, потому что, чтобы угадать. Вот еще один нюанс. Вот здесь все зарегистрированы или есть, которые хотят сделать это в воскресенье или в субботу? Вот. Привет. Люди, которые придут в воскресенье, могут столкнуться с тем, или в субботу, что им откажут в регистрации, потому что у нас просто кончился набор медалей наших, но мы взяли запасные 300 номерков, купили. Что это значит? Что человек может пробежать дистанцию, войти в официальный протокол, но так как медалей нету, мы ему дадим их через неделю или две. То есть ему придется подождать. Вот такой вот есть расклад. То есть мы не лишаем никого, просто нужно будет подождать, потому что мы просто не рассчитали. Но будем надеяться, что хватит всем сейчас, что не будет перебора и все пройдет наилучшим образом. Большое вам спасибо, давайте похлопаем друг другу. Молодцы. Все, на шутку, идем домой. На рынке. Спасибо. Спасибо.